А че батуирует цель? А Джеккер стоит в макияже посреди улицы. Ничего примечать. А тут он держит левой рукой голову этого бенняги и ей же снимает маску. А мне кажется он в состоянии достать руками гранату изо рта. Интересно, водители автобусов, которые ехали сзади, не обратили внимание на то, что в их ряд вклинился автобус, который протаранил стену банка? Две руки на чашке, одна рука на чашке. Бэтмобиль запрыгнул этаж до шестое. Бэтмен приземлился под другим углом, а автомобиль почему-то резко затормозил. Как ему удалось пронести пистолет в зал суда? Рэйчел заводит то, что Харви и Дэнто чуть не убили. По-моему она рассталась с Бэтменом ровно по этой же причине. Так может мы сдвинем столики? Он жестом показал сдвинуть столики, но они сидят до сих пор за одним. Черт возьми, он воткнул этого чувака головой в карандаш через резинку. Подождите, так что Дэн знал, что Вурцу Рамирос продажные копы? Зачем же он тогда садился к Вурцу в машину в сопровождении Рамирос? Дурацкое место для встречи с Бэтменом. Все, кто находится выше этажа могут ее подслушать. Мало того, что этот заторможенный охранник не удивился того, что Фокс пронес телефон, так он еще и подумал, что все черные да одно лицо. Воздушное пространство за Гонконгом не контролируется, судя по тому, как низко летит грузовой самолет. У Мэра накрашены глаза. Не понятно, каким образом Бэтмен удалось пройти через толпу собственных гостей и людей Джокера незаметно. Шесть экранов с изображением Джокера явно упрощают расследование. У Бэтмена есть устройство, которое позволяет найти отпечаток пальца на пули, которые выстрелили в бетонную стену. А почему у него нет телепортатора, например? А Дент узнает о том, что Рэйчел будет следующая днем. Зачем он дожидается ночи, чтобы рассказать ей об этом? А пока Бэтмен разбирался с Морони, Дент увез психопата, который стрелял в Гордона, в какой-то заброшенный завод. Как Бэтмен узнал, где они находятся, и каким образом Бэтмен вообще узнал об этом парне какую-то информацию, если он его даже не видел? Я на это не подписывался, сказал офицер спецназа. Бэтмобиль переворачивается, но в следующем кадре уже стоит на колесах. Я надеюсь, в этих машинах не было пассажиров. Белый дом Чикаго, надпись на плакате. Никогда не водите мотоцикл в состоянии агрессии. Во время допроса у Джекера то появляется, то пропадает его лямка. Оператор в кадре, на счет три. Чтобы спасти Лао из тюрьмы, в план Джекера входило избавиться от Бэтмена и Гордона, чтобы затем сделать телефонный звонок, чтобы в этом чуваке взорвалась бомба. Но он абсолютно никаким образом не мог узнать о том, когда полиция узнает о пропаже Дента и сколько по времени займет его допрос, а также когда появится Бэтмен на допросе и начнет избивать его. Я хочу сказать, что Джекер никак бы не смог поставить таймеры на бомбах у Рэйчел и Дента таким образом, чтобы Бэтмен приехал буквально за секунду до того, как они взорвались и смог спасти лишь только одного из них. Во время взрыва в полицейском участке пострадали только полицейские. Бэтмен не знал, что Харви отдал монету Рэйчел, но тем не менее дошел ее в обломках. Джекер, друг, что ты будешь делать со своими деньгами? А вообще-то Джекер должен был получить свою долю только после убийства Бэтмена. А неужели они никогда не проверяют грузовые отсеки перед тем, как отплывают? А если бы это был не Джекер, Бэтмен давно бы уже с ним разобрался. Я не знаю, что он наделал. Пять трупов и двое из них копы. Вообще-то их было только трое. Он убил Вурца, ударил Рамирес и застрелил водителя Бороди. Так что он не такой уж плохой, как вы могли подумать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА